Мы всегда усердно работали в Google над тем, чтобы создать продукты для всех в мире. Мы рассматриваем технологию как способ решить фундаментальные проблемы в жизни людей. На конференции Google I.O. все касалось будущего. Тут происходит невероятное сумасшедшее событие, которое могут произойти через несколько лет и прямо сейчас. Мы не знаем. Важно, что они обязательно произойдут. Группа передовых технологий в Google продвигает такие проекты, как модульный смартфон и программное обеспечение, которое может снимать улетные фильмы на 360 градусов. Но в этом году новые продукты сильно выделяются. Наши руки — поразительные инструменты. Они очень быстрые и точные. Но до этого момента мы не могли вылавливать тонкость движений в пользовательских интерфейсах. Они до сих пор неудобны. Самым невероятным проектом, который продемонстрировали здесь, стал проект Soli. Это система с крохотным радаром, способным улавливать самые незаметные движения руки. Один из примеров — часы. Вам нужно изменить часы или секунды, для этого нужно просто повернуть пальцами, потом поднять немного выше и снова повернуть, чтобы изменили секунды. Теперь не надо прикасаться к девайсу. Можно совершать движение над ним, а он поймет жесты. Google уже работал с этим в прошивке Андроида, но тут идеи просто выходят за рамки. Проект Soli идет рука об руку с другим проектом, который называется Jacquard. Фактически, это проводящая ткань, которую можно вплести во что угодно, в любую разновидность ткани. Нам необходимо создавать новые приспособления с использованием существующих механизмов производства и существующей цепочки поставок на производстве. Мы должны адаптировать текстильную промышленность таким образом, чтобы любая ткань в мире могла быть интерактивной. A-Tab изобрели свое собственное волокно, которое обладает большей проводимостью, чем что-либо в мире. Google хочет, чтобы его встраивали в майки и штаны, и они не работают над этим в одиночестве, с ними сотрудничает Levi's. Они работают как партнеры, и скоро выйдет абсолютно новая одежда, но мы не знаем когда и как она будет выглядеть. Но представьте, джинсы, работающие как тачпад или пальто, где можно управлять музыкой с помощью рукава. Это крутая идея. Одно из самых маленьких приспособлений стало самой значительной идеей. Это проект Vault, и он сконцентрирован на мобильной безопасности. Проект Vault обеспечит безопасное общение и хранение информации. Они разработали мельчайший компьютер внутри microSD-карты, который может зашифровать как видеочаты, так и реальные беседы, не позволяя телефону или компьютеру видеть то, что вы делаете. Идея здесь в том, что ваша информация остается с вами, и вы не вводите ее ни в какие девайсы, которые могут быть небезопасными. Это можно использовать в мобильных телефонах, компьютерах и интернет-ресурсах. И на этом практически все. Это телефон, где можно менять камеру, батарею и все остальное. Они уже почти готовы запустить его в Пуэрто-Рико в этом году. Нам показали, как он включается и делает фотографию. Пока на этом все. Но основная идея в том, что пользователи смогут кастомизировать свои телефоны и обновлять некоторые компоненты. Это значительный прорыв, но он пока еще не завершен. 8-Up – очень интересный взгляд на будущее. Но пока все сложно понять, и многие из этих идей пока слишком новаторские. Даже модульные смартфоны. Мы думали, не появятся раньше, но пока их нет, пока они не заработаны. Но приятно знать, что работа над такими проектами продолжается. Пишите комментарии и подписывайтесь на SlyLamaTV. Перевод Анастасия Эвер. Озвучил Андрей Музычкин. Джедамайн Трикс. Макс Мирончик. SlyLama 2015. Сидишь, сложа руки на пузике и ждешь чудо. А чудо все нет и нет. Зато есть пузико.